ребята всем привет с вами андреев к лайф сегодня у нас возникла идея приготовить щи по-шаляпински посмотрели продукты часть у нас оказалось дома а недостающую часть мы заказали через приложение магнит доставка ребята в общем привезли продукты меньше чем за час а пока мы ждали продукты мы занимались подготовкой остальных ингредиентов которые у нас были дома в общем это очень удобно я вам хочу посоветовать не только воспользоваться сервисом магнит доставка но и для наших подписчиков у нас есть специальная ссылка для скачивания этого приложения и промокод на 25 процентов на первый заказ от 1000 рублей они доставляют бесплатно как я уже сказал течение часа и кроме продуктов можно заказать еще и бытовую химию и косметику так что промокодик вот здесь а ссылочка и дублирование промокода будет в описании под видео в общем мы подготовили все ингредиенты давайте их теперь посмотрим нам понадобится свежая капуста сушеные грибы ну в идеале лучше брать белый но у нас тут ассорти петрушка лук морковь лавровый лист шампиньоны свежие чернослив ветчина вода растительное масло соль молотый перец еще нам понадобится кипяток ну мы сейчас его принесем приступаем первым делом заливаем наши сушеные грибы одним литром кипятка и оставляем на 30 минут за это время мы должны нашинковать капусту потереть на крупной терке морковь и мелко порезать лук и петрушку и нам осталось только порезать шампиньоны пластинками и ветчину соломкой ребята как видите мы все уже нарезали как раз прошло 30 минут мы сливаем отвар с грибов ни в коем случае его не выбрасываем он нам еще понадобится сейчас мы эти грибы тоже порежем грибы у нас порезаны теперь смотрите капусту немножко мы присолим и немножко нужно ее обмять вот так чтобы она чуть-чуть пустила сок ребята подготовительная часть закончена приступаем к готовке включаем плитку выливаем половину нашего растительного масла ждем пока нагреется масло разогрелось отправляем сюда шампиньоны и будем их обжаривать до тех пор пока жидкостья не испарится и они не подрумянится ребята видите сколько грибов у нас осталось в любом случае убираем это с плиты а на плиту ставим нашу кастрюлю в которой мы будем варить варить наши щи до отправляем сюда остатки растительного масла и тоже сейчас ждем пока разогреется ребята отправляем лук будем несколько минут обжаривать до прозрачности его ребят вот лук мне понравился уже какой стал отправляем сюда морковь и где-то будем тоже три-четыре минуты вместе с луком обжаривать ребята прошло у нас 4 минуты теперь отправляем сюда капусту кстати капуста солью дала сок видите вместе с соком отправляем ее к луку и моркови и будем тоже натушить обжариваем тоже минуты 4-5 ребята у нас прошло еще пять минут посмотрите какая аппетитная зажарка и запах обалденный просто смотрите сюда значит выливаем теперь отвар наш ну настой от грибов отсушеных добавляем еще воды и доводим все это до кипения а дальше увидимся ребята закипели наши щи отправляем сюда наши грибы и шампиньоны и сушеные и ветчину теперь все это перемешаем как следует и будем варить 10-15 минут красота какая и это еще не все ребята вы же знаете кстати кстати закрываем крышки пока что быстрее закипела вы наверно спросите почему эти щи называются шаляпинский но есть легенда что эти щи придумал сам шаляпин когда был в париже когда жил в париже вот он скучал по русской кухне и вот придумал такой вариант щей и как вы заметили здесь мясо нету есть ветчина если кто-то хочет приготовить вегетарианские щи то можно ветчину вообще не класть и еще особенность такая что здесь нет картошки в общем как то так ребята ждем с 10-15 минут и так 15 минут у нас прошло ребята отправляем сюда теперь лаврушку и чернослив и еще 10 минут будем томить ребята 10 минут прошло выключаем плитку снимаем с огня открываем наслаждаемся запахом каким теперь нам нужно поперчить отправляем сюда же зелень и густые отличные щи просто просто бомба пробую на соль солить конечно же надо соли у нас мало было только в капусте теперь самый раз ребята и теперь мы закрываем и даем настояться щам примерно минут 20 и потом уже встречаемся и будем пробовать 20 минут прошло у нас ребята щи первоначально настоялись смотрите какая красота густые ароматные запах грибов просто обалденный накладываем и обязательно сюда нужно добавить сметаны бородинский хлеб уже подготовлен пробуем ребята обалденный щи аромат просто потрясающий от грибов грибной бульон насыщенный вкус вообще обалденный и ветчина чувствуется чернослив такой свой дает аромат в общем просто обалденные щи хотел еще сказать что в принципе эти мы щи делали по заказу наш подписчик павел просил нас приготовить что-то из простых доступных ингредиентов вот мы это сделали так что павел можете пользоваться рецептом отлично у нас получилось и хочу еще сказать значит как обычно все ингредиенты их количество смотрите в описании под видео и не забывайте про ссылку и промокод в описании там же вот ребята так что прощаемся с вами как обычно неделю всем здоровья всем пока